Фу, вот как это так, эскорт, боже мой, это грязь, вот это бобруйская грязь Олигархи-дряне, брянские фотомодели готовы за 300 долларов, я буду читать эту книжку Такой многослойный лук, как раз для интеллектуальной девушек Пару умных слов, больше не надо, выставка Ильи Кабакова в Третьяковке, это потрясающе Выставка Илья Кабачкова в Третьяковке Приходько, CNN, BBC, коррупция, лот, блядь Так это же не мы Вот на месте Олега я бы прямо, сука, попала бы в ад, прямо Следующий знаешь кто? Путин, что ли? Да зачем тебе Путин, я не понимаю Нравится Ты уже Амирану дала Меня взбесило, что я им столько денег заплатил, а они сидят мне как будто фурбул Просто рассказывают 400 долларов Тысяча Ну сейчас будем заниматься соблазнением С Сюшиной подруги Привет Я себя очень люблю и я очень хочу, чтобы у тебя все было хорошо Почему они живы, Ксения? У кого только я в этой жизни, прости господи, не брала интервью У Лукашенко брала, у Путина брала, у Медведева брала Но сегодня у нас мега эксклюзив Я даже вот стала почитывать себя саму И книгу, которую мне было дико сложно достать Еще сложнее было достать Собственно, саму нашу героиню Настя Рыбка Сегодня со мной Настя, замуж за миллионера я написала еще, прости господи, в 2007 году И книги наши эти с тобой в чем-то даже, можно сказать, перекликаются Вот Прочитаю обязательно Да, я тебе хотела подарить Правда Ну это, знаешь, как пожилые люди, они любят, что типа я была у истоков Вот И прочитала твою прямо с громадным интересом Это вы пожилую про себя имеете в виду? Ну это так кокетничаю, что ты как-то, знаешь, сделала мне комплимент Я просто не знаю, как на это реагировать Вы не похожи на пожилого человека Все вот, знаешь, великосветские тусовщицы Все дико чморят Вот это Настя Рыбка Фу, вот как это так Эскорт, яхта Боже мой Как это можно вообще? Где они берут вот это вот все Вот эта грязь Вот эта бобруйская грязь Ребят, я считаю Если мы сейчас ее правильно еще со стилистом И главным директором моды журнала Le Fissier Удачно обанкротившимся Ее красиво, по-модному, интеллектуально оденем Сделаем модную стильную укладку Книжку прочитаю И все Всем посетительницам гаража и клуба 418 Вот прям отвечаю Да, Настя? Ну, конечно, я еще книжку прочту Вообще все знания вложу И только в бой Бедный день Паска В связи с этим я решила, что сегодня у нас будет не просто интервью Ну что, ты уже Амирану дала Поэтому я по остаточному принципу Мне, конечно, обидно Теперь дам Ксении сообщать Ну да Сколько он тебе заплатил? Четыреста долларов? Тысяча Четыреста тысяч рублей Рублей, не доллар Вот что ты сидишь, ходишь, как девственница такая Дай поебаться, блядь Ну, не знаешь, блядь Американский след, блядь Первая буква Б Ты можешь? Лен, заходи Что надо сделать? Вот скажи по волосам пока Ну, смотрите, мне нравится Я бы добавила чуть объема И немножко текстурировала бы волосы Вот Такой легкой небрежности еще немного добавила Прям чуть-чуть Вот По макияжу я бы оставила максимально натуральный, естественный макияж Мне очень нравится, что вы подчеркнули таким нежно-розовым скулы Ресницы бы даже оставила так Мне кажется, они у вас не накрашены, да? Отпрашиваю, вот Ну, отлично А ты пока тогда выбери какие-то луки И мы Настю переоденем Окей, все Тайская тюрьма Вот я посмотрела уже то, что вы успели сказать после этого Блин, ну такое ощущение, что вы как будто прямо вот Чего-то сильно испугались Прямо зассали Вы хотите спросить, запуганными или нет? Ну, есть ощущение, что да Стали старше, наверное Может быть, более вдумчивыми Но вообще еще идет адаптация Ты вот ходишь по улицам Я сейчас с вами сижу И я боюсь, что я сейчас открою глаза И хопа у себя в бараке И опять начинается вот это вот молебны И построение, и все это Может быть, поэтому такой эффект Ну, а ты в своей книге писала о том, что вот надо прокачивать себя страхом Вы год сидели в тайской тюрьме Вы себя прокачали этим страхом? Я вам могу сказать, что у меня за год больше перемен, чем у большинства снаружи Наверное, это было нужно Ну, если бы я там сидела 20 лет, наверное, я бы так не говорила Вы привыкаете в жизни, что если вы хотите что-то изменить Какие-то усилия с вашей стороны Вы что-то меняете А там такого нет За счет этого людей едет крыша Они вешаются Они там пытаются как-то, ну, изменить ситуацию А выход только один Или ты выигрываешь кейс, или ты уходишь из жизни Или пытаешься там как-то, да, адаптироваться и все такое Мне адаптироваться было сложно Я не строю себя героя Четыре русских человека Мы между нами еще умудрялись ссоры происходить, конечно же То есть, у нас четверо против всего мира, мы, конечно, поругаемся обязательно Сколько в комнате людей жило? 70 70 человек Ну, то есть, вот столько вот места у вас есть для личного пространства Вот так Если можешь ноги согнуть, вообще классно спишь Ну, вот тут техники Лесли, которыми он тебя учил Вот, я понимаю, что они на яхте помогали А там они как-то помогли тебе эти техники? Помогали, конечно, это же коммуникация с людьми Ну, например Ну, например, в группе людей, как поставить себя Лидерская техника, это мы тоже Алексичем Ну, например Ну, например, я вам сейчас нравлюсь? Я же по глазам вижу, что да Ну, ты мне, в принципе, симпатична своим отрывным поступком С тех пор, как ты стала говорить про американцев и во всем виноват Алексей Навальный Ты мне стала нравиться чуть меньше А до этого, я думаю, ну, это прям совсем отчаянная какая-то девушка Ну, я вашу биографию почитала Прям интересно Я боюсь, я даже поспорить не могу Я уже давно на тренерской работе Ну, ладно Вот ты жалеешь о том, что вообще все это закрутилось вот таким образом? Ведь я абсолютно уверена, что ты не ожидала сама, что это вот примет такой поворот Вот этот ролик, который потом стал частью расследования про коррупцию, про Приходько и Дерипаску Он был за полгода до этого в сети Его рассылали какие-то люди, просто знакомые с Олегом Типа, посмотрите, какая херня Ну, для этого и был этот ролик Книжка для одного человека, ролик для него же, кому надо, все увидели Все для одного зрителя и так далее И полгода это было так С Навальным просто тоже была игра для одного человека У нас был тренинг На тренинге было задание сорвать мероприятие Мы пришли на митинг Навального В тот день просто был митинг, так получилось Большой толпой нарисовали плакаты «Воруй и трахайся» И начали фоткаться на фоне большой толпы людей Типа, они как бы все пришли к нам, пришли за нами И они там за лозунги «Воруй и трахайся» Вот, это не понравилось сторонникам Алексея Они порвали наши плакаты После этого на презентацию моей книги они пришли Облили книжки газировкой После этого мои девчонки пошли к нему в офис И хотели его найти и трахнуть Его там, к сожалению, не нашли Но после этого Алексей Навальный начал интересоваться мной Но ты сама вообще понимаешь, в какую ситуацию ты себя поставила Это же дикий риск Ну, Ксения, это вопрос о прошлом Я сейчас не могу изменить тех событий, которые были до Я могу только на них реагировать Это вопрос, как бы, знаете, мой тренер из системы Лесли говорил мне Если у бабушки хуй, будет дедушка Вот примерно то же самое, поэтому я живу Удивительная философская мысль Ну, как бы, это не Кант, но, я же говорю, для бланки рядом Если бы у бабушки, знаете, были внешние половые органы дедушки Мужчина, она была бы дедушка, а не бабушка Поэтому, что там говорить? Что вы хотели, как бы, этим добиться? То есть, вот финальная цель была какая, если это для одного героя? На какую реакцию от этого человека вы рассчитывали? Любой Серьезно? Конечно Ты не понимала, что человек будет это читать и думать, как бы ее прям вот расчленить ванной Любую негативную эмоцию можно откинуть потом в плюс Нет, это понятно Просто, ну, вот цель какая? Вот смотри, вот ты сидишь условно там с Алексом Лесли и думаешь Если это правда, он пытается как-то что-то там вымутить То значит, что твой ход сейчас, когда ты наезжаешь на штатник Как его приближенная, его любовница Говорит, что ты всех там поставишь раком и Трампа компичморта подведешь Он так охуенно контрастирует с его деятельностью Что это самый правильный ход, который ты можешь сделать Не так это было, это было примерно так Я делаю на нем какие-то фишки, которые ему кажутся случайным совпадением Потом стандартный ход написать мужчине отчет о нем, о том, что я с ним делала Он, когда читает этот отчет, он получает эмоции Он заново переживает ситуации, он видит мои причины, к чему я шла Он видит свою реакцию Это вызывает влюбление Это не первый человек, на котором это было испробовано То есть ты считала, что после этой книги, этих фотографий, он еще больше влюбится в тебя? Ну мы общались после книги, все было в порядке Не книга разрушила наши отношения А Алексей Навальный Ну не будем называть имена, но вы все поняли То есть после книги он знал, что это все вышло и по-прежнему общался с тобой и так далее То есть проблема, то есть конкретно Алексей Навальный разрушил твое олигархическое счастье Заместитель председателя правительства, руководитель аппарата Медведева проводит отпуск на яхте олигарха в компании этого олигарха и, простите, нескольких проституток Ну я надеюсь, что я прочитаю вашу книжку, счастье еще Можно вернуть? Давай так, сегодня надеюсь я что-то вернуть Я вообще надеялась получить какие-то ценные знания, какой-то мастер-класс соблазнений Вот как, например, мне нужно себя вести, чтобы взять под контроль тебя и Лесла сегодня У вас все идеально вообще Даже учить не надо, вот есть люди-самородки, вот у них прям сразу все хорошо Правда? Вот что надо, чтобы быть? Я вам принесла книжку Еще одну, причем эта книжка Слушай, я же не достать, мы пытались перед программом Ее не достать, и это 50 экземпляров, это первый тираж, их только 50 штук Раз у меня есть эта книга, предыдущую с Настей Рыбкой, я считаю, что мы можем кому-то даже разыграть, если вы придумаете мне такого же интересного героя Как Настя Рыбка Давайте идеи, я буду их стараться воплотить в жизнь, а это оставлю себе, евро-трэш Какая любимая глава здесь? Как у двух девушек был секс с Путином и Медведевым Слушай, это, кстати, офигенная истерия, да, вот это закрыть глаза, сказать, вас страхует Путин и Медведев А чья это была придумка? Ну, мы повели двух девушек якобы заниматься сексом с очень известными людьми Вообще, как бы, как я сказала, это два самых известных человека в нашем государстве И одна на прикол сказала, что Путин и Медведев, что ли? Ну, как бы я не отказывалась от этих слов, ну, почему нет? Правда, Путин и Медведев были не в курсе, но девушки все сделали правильно Смотренными глазами все получали удовольствие Слушай, было бы, конечно, интересно еще почитать рукопись твоей второй книги про Краснодар, которую вы так и не выпустили Ну ладно, зассали, я же говорю Вероятно Ну хорошо, краткое содержание, вот минимальное Что в Краснодаре тебя поразило больше всего? Я не писала вторую книгу Ты в интервью говорила, что есть книга, но что ты ее не выпустила Про то, как ты с Олегом жила в Краснодаре Ну, были планы написать книгу про Краснодар Ну, у тебя была версия, что тебя за нее грохнут Кстати, я-то вполне склоняюсь, что так могло и произойти Но я не отрицаю такой вариант даже сейчас Ну, то есть там были в этой книге какие-то сведения, которые могли поменять общую картину? А вас непросто с толку сбить, да? Я предпочту признаться, что я, наверное, трус Мне о таких вещах говорить тяжело Я, скажем так, залезла в такую задницу, с которой я думала, я не выберусь И поэтому мне сейчас так хорошо вне этой задницы, я не хочу ее осугублять А почему ты уверена, что ты вне задницы там есть? Ну, во-первых, потому что я сейчас сижу не на шконке, а с вами в кресле Ну хорошо, тогда я предлагаю нам потихоньку переместиться в студию А что за молодой человек с тобой? Охрана Могу одолжить, только дорогой Ах, ну подожди, от кого он тебя охраняет? От ФСБ, что ли? От них? Не, не охранить, так сказать Мало ли На всякий случай, знаете А что, кто-то нападал на тебя? Да нет, просто фонтово так, с охранников ходить Откуда бабло на охранник? Белорусская ФСБ Посмотрим, какой у тебя на самом деле Кросс-студия? Год рождения 90 И дата не та, которая все пишет Вот почему так? Потому что у меня охота началась 27 февраля, я написала это ВКонтакте, и это разнеслось И теперь все меня 27 февраля поздравляют с днем рождения Охранник тоже из Беларуси? Конечно И адвокат должен быть из Беларуси Посужай, что тебе правда Лукашенко дал охрану? Ну ладно Ты серьезно? Так ну распоряжение же личное дал меня освободить А ты его лично знаешь? Кого? Лукашенко Ну есть люди, через которого мы знакомы То есть ты реально считаешь, что Лукашенко какие-то вел разговоры от вас с освобождением? Да, и посадили нас в Трамп, и Дерипасский номер у меня тоже есть И вообще я тут вот с вами рядом стою Сама не верю, какая я крутая Подожди, ну охранник-то откуда-то должен быть? Ну да Ну откуда? Ну он стоит минимум двушку в месяц Ну он похож на молодого стриптизера Ну какой нахрен охранник? Ну ребят, загорелый, весь в стразах Вот там так пикаперы, они вот все так и выглядят Какой нахрен охранник? А чем вы будете охранять? Вот я сейчас на нее нападу, что? Ну у вас нету ни хрена, у вас только модные кедики Сумочкой будете барсеткой пиздить любого нападающего или что? Хорошо, а деньги вам кто платит за вашу работу? На добровольных начало А, вы волонтер? Конечно Волонтер-охранник, ну хорошо Книга не запрещена же, насколько я понимаю Да Это типа инициатива магазинов или что? Ну не совсем магазинов То есть ты хочешь сказать, что книга стала библиографической редкостью Из-за того, что Олег Дерипаска стал предпринимать действия, чтобы ее везде запретить Хорошо, давай погадаем Я на твоей книге, а ты на моей Разбогатею ли я когда-нибудь сказочно? Да, скучали, поддерживает Яша Прошлая тусовка была супер Хороши скучальщики Один ни разу не приехал тыкую пальцем в Яшу Другой ни разу не позвонил Похоже, что не встать мне владычицей морской Так, ну теперь ты можешь погадать Сменит ли гнев на милость Олег его в Святос Владимирович? Увидимся ли мы с ним еще? Если ты мечтаешь о великой любви, Олигарх последний человек, который тебе нужен Олигарх тебе нужен, если ты мечтаешь о деньгах, об очень больших деньгах Если ты готова стать тонким и умным психологом, тактиком и стратегом Готовым вести длительную позиционную войну за личное, за иметь несчастье и состояние Тебе предстоит, если не обмануть, то подвергнуть внушению умного, хитрого, серьезного и опасного противника Если бы он таким не был, то не заработал бы ни свой первый, ни сто первый миллион А я, по-моему, все, да Олигархи, дрянь, а брянские фотомодели готовы за 300 долларов Я буду читать эту книжку Определенно Так, ну что, чудеса преображения Делаем интеллектуалку, молодую девушку, стильную Так, чтобы пришел, и никто не отличит от местных наших див, знаешь, где-то на вечеринке Ну, смотри, я не могла мимо пройти леопардового тренда Мне кажется, такой многослойный лук, как раз для интеллектуальной девушки Настя, как леопард тебе берем? Сейчас леопард, мне кажется, будет красиво Да, это сочетание брюк, леопард и такая юбка с этим разрезом Смотрится очень хорошо Да, все вместе Будет красиво Боже мой, ты понимаешь? Лесли твой, дремучий лох, вот как надо, понимаешь, одевать реально дорогих женщин Это прямо дикий люкс Можно на любой показ эти, мне кажется Очень красиво, да Что-то тебе нравится? А можно еще руку в карман, да, вот так вот положить его? Все, ну послушай, так прям можно не стыдно знакомиться с Нижаной Георгиевой Мне кажется, да? Прямо скажи, трансцендентный Трансцендентный Надо записать Ну ладно, книжку Канта ты читала? Больше не надо, одной книжки достаточно Просто пару ровных слов сказать, что Илья Кабаков в Третьяковке Это потрясающе Можешь сказать? Еще раз Выставка Ильи Кабакова в Третьяковке, это потрясающе Выставка Ильи Кабакова в Третьяковке Это потрясающе Выставка Илья Кабачкова в Третьяковке Ну примерно Не, надо правильно выучить тему Хорошо, я буду Там что-нибудь такое Я запишу Ой, надо, конечно, доехать до Дау Вот как ты так Можешь так задумчиво, как бы глядя вдаль Дау, это что-то Не важно, не сникай Просто хорошо бы доехать до Дау Надо успеть Хорошо бы доехать до Дау Надо успеть Все, все, отлично Больше ничего не надо Ну что, я прям дико рискую Я вот в такой вот будуарной обстановке С Алексом Лесли и Настей Рыбкой Немножко даже страшно Как будто немножко провоцирую ситуацию Народ к разврату готов Я читала фразу Касательно Телеграмма Рыбки Против Собчак ничего не имею Я бы ее трахну А это, наверное, писала Это, да, это в юстилию стопроцентно Это фразу была с этой мыслью И подумала, что мы должны как-то уже все вместе встретиться Прям здесь? Более того, последним в инстаграме перед посадкой, насколько я понимаю, было обращение к Собчаку Было, было Я будоражила тебя какое-то время назад Теперь мне уже самое интересное Алекс, что ты можешь мне сказать по поводу ключевого события в вашей жизни? Ты вообще не жалей, что ты замутил вот всю вот эту историю? Что она выросла совершенно не то, а что ты сам ожидал? Бля, нихуя себе! Я тут пытаюсь с отношения своей с Америкой А тут какая-то пизда влазит, короче Что она хочет? Она чего охуела? И все И уже начинает с тобой общаться На одном уровне Ну, вообще, о чем-то жалеть в жизни неправильно Это вообще расходится с моей позицией То есть я иду по какому-то пути Это путь И это просто вот так происходит То есть это уже произошло Пожалуйста, Ласонид, ты великий манипулятор Человек, который ведет какие-то курсы Учит людей пикап искусству Какие-то, значит, тренинги Психология И вдруг вот так взять и все бездарно проебать Вот как так можно будет, скажи? Ну, на самом деле, это жизнь То есть ты теряешь, иногда рискуешь Иногда можно и умереть То есть кто-то там идет на войну, допустим А у нас вот такая история Блин, какая война? Но вы же не совсем идиоты Вы понимаете, что это Олег Дерипаска Просто им вот вас обоих замочить И растворить в кислоте Это как муху на жопе хлопнуть Ну, мы так и писали об этом в Евротрэше То есть мы писали, что мы понимали Но рыбка Ни хрена мы не понимали Вы бы никогда не пошли на это, если бы понимали Мы понимали, но рыбка не могла остановиться Вот, и, в общем-то, мы подумали Ну, раз уже мы начали Ну, тут как бы надо или действовать Или просто залечь на дно Уже вариантов не было Потому что обратной дороги не было Рано или поздно кто-нибудь все равно бы узнал И нас бы начали терять Поэтому стратегия была, наоборот, защититься тем, что светится Хорошо, это понятно Хорошо, но вот была точка, где вы сделали ошибку условно Вот если сейчас анализировать Вот где она была? Когда было расследование Навального В первый день просто нужно было брать билет и лететь в Краснодар И все это разруливать В Краснодар коллегу ты имеешь И сказать, что ты ни при чем и так далее Причем сказать это не через СМИ, не через телефон, а лично Ну, был там момент еще после секса на набережной Где он был немножко недоволен Вот уже тогда надо было встретиться, поговорить Ну, я как-то так спустила на тормозах Типа я девочка, не я должна первые шаги Ну, а что, думаешь, он правда был готов встретиться? Если я хочу с кем-то встретиться, как бы у человека мало вариантов Ой, ну ладно В чем проблема встретить кого-либо в Москве? Ну, Ксения Не факт, что он был бы в Краснодаре Не факт, что он был бы в Краснодаре Не факт, что тебя бы с ним соединили Есть тусовки, мероприятия, на которые ходят все Ну, в чем проблема? Слушай, ну, давай ты мне не рассказывай про тусовки Олег Дерипаска ни на какие тусовки, кроме как какие-то закрытые, не ходит Вот на эти закрытые тусовки пройти? Да нет, ну это фигня Ну, послушай, это вот ты лохом будешь деревенских обувать с закрытыми тусовками Закрытые тусовки не каждый день происходят Он тусуется конкретно только там в своем кругу с друзьями Где-нибудь на питерском форуме Там еще пару мероприятий в году Там, не знаю, Новый год с уликой Я их все знаю Но ты не можешь захотеть, и завтра это тусовка Это редко происходит Звоню его друзьям Его знакомым Его обслуживающим персоналом Все со мной дружат Приходько обслуживающему персоналу звоню Приходько звоню, нормально Не, ну я бы не отказалась Приходько, конечно, позвонить Но нет у меня номера Приходько Если прям честно Был этот момент, что вашу историю Какого-то вашей разводочки И намеков, значит, Олегу Переросли просто в некую политическую уже историю Где вы стали серьезными игроками Но дальше вы же сами еще начали как-то это троллить Очень странно Олег, который изнасиловал На самом деле это было групповое изнасилование Я хочу, чтобы эти люди ответили перед законом На следующий день Нет, это я пошутила Вот это какой-то уже был такой Сори, бобруйский троллинг немножко Объясните мне Вот это ты все придумал? Скажи честно Мы оказались в ситуации, когда было просто жутко страшно Потому что две такие мощные силы Жутко страшно, поэтому давайте скажем, что он нас изнасиловал Мы решили так, что мы до этого жгли Относились к этому с юмором Там было все позитивно И тут Навальный начинает просто щемить кого-то И единственный вариант реакции на это было доводить до абсурда Чтобы просто было смешно Чтобы не ушло это в какую-то серьезную историю Но почему-то люди вот упорно, упрямо не хотели Приводить это в шутку И начинать это расследование Навального воспринимать с юмором Ну как вы понимаете, что это прямо дичайший секс-скандал в России Конечно, как бы это стало огромным мировым событием Вы не можете этого не понимать Они продолжали раздувать негатив Но это самое интересное Не так интересно, кто кого... Для нас интересен был позитив Нам интересно было поржать Видите, ебет и какие техники Мишки Балу используют Людям самое интересное, что Приходько конкретно отдыхает на лодке олигарха Что олигарх связан с Манафортом Понятно, что это и стало как бы ключевой историей Но зачем вы, уже поняв, что, блин, за вас взялся Алексей Навальный Зачем вы продолжили такой, ну, сука, дико опасный троллинг Дерипаски Потому что вся эта история с изнасилованием, с обращением к Полине Дерипаска, к Даше Жуковой Дорогие Полина и Даша Любой богатый мужчина хочет себе молодую любовницу И это реальность Примите это и подвиньтесь Ты не могла не понимать, что это будет их злить еще больше Вообще, честно говоря, мы не знали, что кто-то это смотрит в таком количестве Ну ладно, ну камон Никто не реагировал на это вообще Ну подожди, вот ты мне скажи, Настя, вот зачем? Вообще, изначально, когда пошло расследование Навального Я консультировалась с большим количеством людей Опытных достаточно в политике Ну, во всяком случае, опытных, например Ну, без имен Ну ладно, ну хоть кого-то скажу Опытный человек в политике Будет какой-нибудь сейчас такой же, как Алекс Лесли у тебя Нет, они работают в правительстве, вот, поэтому не могу их называть Одного хотя бы Они сказали, что... Ольга Бузова? Ну зачем вы так? Ну, в общем, сказали, что самый выгодный ему способ быстро разрулить то, что закрутил Навальный Будет связаться со мной и как-то совместно пытаться что-то сделать Ждали связи Связь не наступала Мы как бы немножко подвигали человека к тому, что... Ну это люди-мудаки Ну как, ты правда считаешь, ты на человека разводишь такую, как бы, охоту Сливаешь фотки и так далее Он тебе будет звонить, он никогда тебе не позвонит Потому что он будет думать, ты тут же запишешь этот звонок И тоже это выложишь и будешь говорить А мне звонил Олег только что, между прочим Ну это же очевидно, что он этого не сделал Нет, там была до этого ситуация, просто нужно все вот в линейке понимать В которой он понял, что не все вещи, которые связаны с ним, я буду выливать на общее обозрение То есть действительно неприятные ему вещи я не выкидывала никогда Ну это правда серьезно Вот, как, например, то, что было в Краснодаре, правильно я понял? В Краснодаре не знаю, о чем Сразу я словила сейчас, вот вы поймали камеры, ты испуганный взгляд в этот, что она там не наговорила, пока меня не было Ну вообще, рыбка вот такой может исполнить иногда, я в шоке И некоторые люди говорят, что я ее контролирую там, что-то как-то влияю просто серьезно Но она всегда что-нибудь скажет вот в нужное время, в ненужном месте Ну что значит контролируешь? Конечно контролируешь Как я ее контролирую? А вообще я не понимаю, вот эти вот патриархальные все дела, вот это я мужик, я самец, надо всех ебать, все телки мои, я арабский шейх Он не прав, тем не менее, не смей на него рявкнуть, рявкнуть в эмиратах Вот это воспитание, единственное правильное воспитание мужика, как самца И при этом вот эта какая-то раскрепощенность сексуальности, феминизм в одном флаконе, как это вообще сочетается? Вы понимаете, что это абсолютное противоречие одного другому? Ну это новый мир, мы переключаемся, есть разные роли, разные стили Вопрос не в том, что я арабский шейх или она доминант, она может и рабыней побыть, когда нужно То есть это нормально, вопрос в эффективности воздействия на человека И основная стратегия это раскачка постоянно, перипетии драматургические Это основная стратегия У вас перипетии хватило, мне кажется, вы хапанули по полной с последнее время, ребят Эмоции нормальны вам за год, да? Вот такая, то есть мы приехали, грубо говоря, от самого дна, в общем-то, на самый верх, сейчас вот здесь, да? И мы не думали, вот ровно сколько там, две недели назад мы были в камере, там я спал возле туалета И мы говорили, а если нас пригласят на какую-нибудь передачу, что мы там будем говорить? Гораздо интереснее, чем то, что вы будете говорить на интервью Ксении Собчак, что вы говорили ФСБшникам, которые с вами общались И что они вам говорили Я так с ВСБшникам в следующий раз и скажу, у меня еще трех ключах отсчитываются Поэтому осторожней Расскажите, ну правда, в нескольких, это же понятно, что именно это произошло Что они вам говорили? Ну вот конкретно со мной разговаривало человек 20, наверное Подписка, деточка Что? Подписка у тебя тоже Я знаю, ну просто вот, это в общем, то есть это не секрет, что со мной разговаривал человек 20 И тоже, когда там секс на набережной был, тоже я приехал в полицейский участок, тоже человек 20 разговаривал со мной И я всех успокаивал, говорю, все нормально, все хорошо, ребята, успокойтесь, это случайность Это секс на набережной Нет, ну разговаривали они о чем? О чем же, ребят, сидите тихо, не пиздите, не высовывайтесь Ну условно, общее, типа все, остановитесь, дайте сигнал, что вы поняли, что больше об этом говорить не надо, не трогать Олега и так далее Правильно? Прям полное сведение Ну вот, но я понимаю, я понимаю Те кто-то сообщил, наверное Встречаются с такими людьми О чем они могли еще говорить? Сказать, что оставьте в покое Олега, и он, может быть, оставит вас в покое Ну, мы же ничего говорить не будем, но и так все-все поняли, да? А зачем? Ну, как бы, вы пытаетесь, сейчас очень неловко, вот я сейчас видела это интервью с Амираном Ну, это же какой-то, блядь, ебаный стыд Ну, ребят, вот это во всем виноваты американцы Алексей Навальный нас хотел посадить в тюрьму Американцы? Почему, блядь, американцы? Там было много американских журналистов Понимаешь, Амиран, он не задавал правильных вопросов в этом смысле Хотя он очень прикольный парень, там, он троллил нас просто А если серьезно начать разговаривать, доказательства приводить, да, то это, ну Это просто все уснули Вы выкладывали кучу доказательств того, что Олег Дерипаска имеет прямое к этому отношение Кто вас посадил, почему и так далее Ошибались, действительно, и потом нашелся огромный ряд доказательств Гораздо больше того, что было изначально Нет, серьезно, пришлю просто документы Давай я тебе факты просто говорить, если интересно, конечно Давай, мне интересно 22 марта пришел к босс-руму Настиной комнаты Охранник и тихонечко сказал этой женщине, что, пожалуйста, вот в этот пакетик возьмите ее волосы Значит, ну и, соответственно, о босс-рум хорошие отношения были Босс-рум подошел к Насте, сказал об этом Они взяли волосы какой-то левой телки, положили в этот пакетик, отдали Потом в результате оказалось, что 30 марта в потолке, в нашем тренинговом зале Нашли килограмм кокаина и с какими-то волосами там внутри И вот этот агент, который нас арестовал Это был Терри из DCI, Department of Special Investigation Он связан с ФБР И Дуглас Шубриш, два агента Это оба агента, один австралиец, второй француз Вот эти люди, которые нас изначально арестовали Но они не арестовали, это был вооруженный налет То есть у них ни ордера не было, ничего То есть это все было незаконно Они требовали у полиции, чтобы они провели ДНК-экспертизу волос Насти Рыбки И это мне сказал уже начальник эмиграции Который нас встретил 15 января, когда мы уже уезжали Он сказал, что, ребята, гейм овер Ну просто я вам хочу сказать, что вот очень странная история была Эти два агента пропали куда-то, да, то есть они исчезли То есть ты считаешь, что они хотели устроить такую провокацию? Они не хотели, это произошло 17 января, нас еще раз похитили То есть прямо на глазах у русского консула На глазах у всех журналистов Нас уже пытались выпроводить из страны Мы уже приехали в аэропорт, уже два человека были зарегистрированы на рейс Это вот сейчас уже в этом году? Да, да, да И 17 января нас неожиданно, прямо на глазах русского консула Нас обратно сажают в автозак Скручивают нас и, значит, увозят обратно в миграционную тюрьму Возле миграционной тюрьмы встречают огромное количество журналистов Мы спрашиваем у них, что случилось, что происходит Они нам ничего не отвечают Мне заламывают руки, ведут в кабинет и говорят На вас новое дело И с 17 кто-то вмешался Через 15 минут мы сидели в этом уже зале Уже думали, что еще новое дело какое-то Кто-то вмешался, консул приехал Нас быстро обратно выблокали в этот автозак Посадили, причем половина нашей группы пропустили первый рейс, на который они ехали И их пересадили на второй рейс На котором, кстати, Навальный летел Да, кстати, Навальный летел, вот странное совпадение, но Навальный летел Он ко мне, ни к Насте на визит не зашел в тюрьму, хотя мог Он был в Таиланде и он летел на том рейсе, на который мы не попали То есть Навальный агент американской разведки Нет, это я не говорю, нет, это реально могло совпасть То есть он действительно мог отдыхать Но, в общем-то, это просто случайность То есть это вообще, наверное, может и никак не связано И чудом мы оттуда вырвались И нас проводили просто вот в этот самолет за ручку Может быть, вот это как раз является, раз мы говорим об ошибках У нас сегодня такой разбор полетов Может быть, это ошибка Ну, то есть, смотрите, Родченко, вы знаете, да, кто это такой? Это человек, который бежал в Америку Сейчас он в программе защиты свидетелей И он рассказал о допинговом скандале в России Всех остальных, кто с ним работал Так или иначе, ну, не буду говорить, убили Они так или иначе умерли Кто-то от сердечного приступа, кто-то еще от чего-то Вы уверены, что это не был бы правильный ход Поехать в Америку? Почему вы на это не пошли? Ну, потому что мы разобрались в сентябре уже Мы знали, кто нас посадил И кто? Американцы Американцы Значит, арестовали нас американцы В протоколе ареста у нас шесть полицейских генералов Шесть полицейских генералов Значит, они телефоны уже не у русских Они у тех, кто нас арестовали Потому что иначе они не интересовались по информации То есть у ФСБ основные вопросы были, что в телефон Какие видеозаписи, которые вы отправляли Дерипаске и так далее Да Мы с Дерипаской разобрались еще месяца два назад, наверное, или три Я ему отправила, в принципе, все, что у меня было в телефонах Ты отправила ему все с телефона когда? Какое время назад? Ну, месяца три, наверное, назад А он попросил тебя об этом? Нет, он меня об этом не просил Но я как бы понимала, что возникнет ряд вопросов Если нас выпустят Ну и рано или поздно, даже если не выпустят, он все равно возникнет Лучше этот вопрос разрешить Вот как вы говорите В какой момент была ошибка, вот я немного предугадала Если ты ему отправил, он тебе что-то ответил на это? Нет, он никогда не отвечает на сообщение Но он получил Если бы Олег очень хотел нас закрыть Ну, вы же сами говорите, что для них там в кислоту нет проблем А насчет того, что Навальный опубликовал всякие там аудиозаписи Насчет того, что Олег говорит там Ну, в том-то и дело Прослушку Навального можно по-разному к ней относиться Хорошо, где Олег своим голосом сказал Закопайте рыбку Было такое? Его помощница объективно признается, что она была бы не прочей Я расскажу, как это было на самом деле Вот что значит этот разговор? Мы интересны, что эти люди будут держать в журнале Чтобы они будут в журнале И потом будут вставлены к их революционным термам Революционным преступлением Как в соответствии с Таиланским правилами Значит, они слышали, они знают, что в Таиланде арестована группа То есть это она говорит в прошедшем времени Факт заключается в следующем Это факт, они хотели, чтобы вы сидели Да, они хотели, но кто стоял за арестом, за первым арестом, это самое важное За первым арестом стояли 6 генералов, контрразведка Таиланда Вот кто стоял И они провели спецоперацию для того, чтобы нас взяли Ладно, ребят, слушайте, понятно, что рыбка на крюке И что в этом смысле я ничего от вас не добью То есть и русские, и американцы хотели, конечно Но вот арест в Таиланде, первый арест Это было дело рук американцев с американским агентом, внедрённым в нашу группу Хорошо, но насчёт того, что Татьяна Ну как бы у нас с ней были сложные и натянутые отношения Значит только лишь одно, что тебя звать больше никуда не будем Такое поведение в дальнейшем нам не нужно, да? В конце, кстати, мы друг друга полюбили, но вначале было всё очень сложно И я думаю, что просто, ну её характер такой Она его пытается как женщина в какой-то степени защищать Последний вопрос вот по этой теме Вы же часто пишете про какие-то тактики неожиданной переворота неожиданной ситуации У неё уже есть враги, конкуренты Почему с этой историей и вообще за защитой, и за возможностью к кому-то прислониться Не пойти к Потанину или к Мише Чёрному Вообще изучали этих людей? Вы понимаете, кто в каких отношениях находится? Ну как, ну ты понимаешь, что ты борешься Я не борюсь с ним, я не пыталась ему гадить Ну не было Ты сейчас всерьёз, знаешь Я не пыталась ему гадить Конечно не пыталась Приходько, СНН, Би-Би-Си, все мировые каналы Коррупция, лодка, бляди Так это же не мы Троллинг его на тот момент Это шутки всё Получается, я гажу ему присутствие меня в его жизни Нет, тем, что ты вынесла всё это в паблик, конечно Я думаю, что теперь девушек на лодке Дерипаски обыскивают Просто, знаешь, заглядывают, как в тюрьме Чтобы они никакой телефон не пронесли Сейчас пойти к его врагам, но это значит объявить войну, которой я не хочу Я хочу дальше с ним общаться, я буду с ним общаться, более того вам скажу С чего ты так думаешь, что буду с ним общаться? Ну, видите Нет, ну слушай, ты послала ему книжку Правильно, абсолютно На питерский форум Да, там активистки, которая должна была ему вручить эту книгу Ты понимаешь, что человеку должен быть дико некомфортно У него есть какая-то личная жизнь Какая-то девушка, с которой он не то что официально Куда-то выходит, а где-то там по углам что-то делает И эта девушка начинает слать ему книжку Выкладывать фотографии Что-то намекать в паблике Бить его проституток Чтобы они там, значит, исполняли Чтобы Лесли и прочие исполняли роль Путина с медведем Ты понимаешь, что человек, вот на месте Олега я бы прямо, сука, попала бы в ад Прямо, понимаешь, она прямо думала, ёб твою мать, куда вообще я влип Ну как, ты после этого говоришь, что я не хотела ему гадить Зачем? Ну, понимаете, всё это, это один большой прикол И Олег этот прикол прекрасно понимал Просто уже по той реакции, что он над всем этим ржал И дальше после этого Это он прямо ржал над этим И лично мне в глаза Он никогда ничего не говорил Если бы была какая-то вещь, которая его бы беспокоила Он умный человек, дорогая моя, ну послушай Конечно, он тебе никогда ничего в глаза не скажет Ты для него всё, он уже так Расчленить или утопить Не решил Всё отлично, прекрасно Послушай, вы что, не смотрели фильмы про, не знаю, крёстного отца? Посмотрите, конечно, я прощаю Конечно, ты мой друг Всё Когда люди для себя принимают решения, им не надо уже с тобой ничего Они же цивилизованные люди, это же не крёстный отец мафии Ещё мы посмотрим ещё, но пока цивилизованные люди Вы в тюрьме год провели ФСБшники за ноги тебя тащили из аэропорта Эти вдвоём мне теперь сидят, понимаешь, что-то Ложки держат, флажки Это цивилизованные люди Абсолютно Мы ещё смотрели фильм, как это, помнишь, про шейха, который всех говорил казнить, а потом никого не казнили Да, Александр Вот это больше похоже на Олега Да, это Саша Баронко он играл, диктатора Вот, 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 это больше хориальной жизни То есть это похоже на Олега Похоже, похоже, но никто не умер же, да, там, перебегать на сторону конкурентов, да, на сторону там врагов его, но это, знаете, это зашкварь, скажем так Это подло, это подло, а вот писать всякую херню с утра до вечера, обращаться к бывшей жене Это отношение Это нормально Конечно, обращаться к бывшей жене, в чём проблема Хорошо, окей, я тогда на другую тему Вот смотрите, ну ты же понимаешь, вот смотри, вот есть условно Моника Левински Первая у тебя мысль, о, понятно, минет Клинтона Вот ты понимаешь, что этой истории ты навсегда для себя закрыла карьеру охотницы Что ни один мужчина, серьёзный бизнесмен, никогда больше тебя вообще близко к себе не подпустит Потому что он будет дико бояться, что ты вытащишь мобильный телефон Или напишешь ещё одну книгу, или ещё что-то сделаешь, то есть ты как бы, такое можно делать только в конце карьеры Тебя теперь на клязьму даже на лодке поплавать не возьмут после этого Да ладно, Ксюша, ну расскажи, как тут же Павел Дуров тебе написал, давай встретимся У меня сейчас, вот это, кстати, Вика, интерес Они извращенцы, мужики извращенцы, они любят вот это вот остренькое что-то Расскажите про Дурову, потому что я прямо офигела, я не могла поверить, что он реально сам позвонил Я сам офигел, она сидит в Дубае и говорит, мне Дуров написал, мне Дуров Я говорю, я не верю, реально, с официальной страницы он написал, привет, ты где? Она говорит, давай встретимся, и сразу они встретились И первое, что делает Дуров, кстати, у нас тоже возникла идея, что может Дуров американский шпион Потому что первое, что он сделал, он схватил и телефон и побежал с этим телефоном в туалет Да ладно, вы шутите А Настя, значит, звонит со второго телефона Может, вы попросили кто-то Терипаска, сто процентов Знаешь, что мы думали? Мы думали, что может, у Дурова есть какая-то примочка крутая Он просто вставил туда какую-нибудь флешку и всё скачался Потому что думал тоже, что не компромат на Трампу Подождите, как ты ему отдал свой телефон? А у меня было два телефона А вот ты сидишь напротив него, что вот, ну, как бы ты ему, почему ты ему, Игоша, оставь мой телефон в покое Ну, ему очень надо было мой телефон забрать, мне было интересно, что он сейчас забрать Он тебе сказал при этом Отдай телефон, взял телефон Если кто-то возьмет в руки мой телефон, вот я вам могу в руки дать запросто мой телефон Давай, ничего страшного Давай, кот, пожалуйста Класс, всё, наконец-таки Ты хочешь пускать компромат на Трампу, да? Нет, почему на Трампа? Я хочу, я хочу вот книжку ватсап, подождите У Юли, конечно же, слезы, истерика, у дочки их, конечно, шок был Это девочка, которая сидела с нами, ей дали 2,8 лет вчера О, кошмар Вот, я своей сестрой переписалась У тебя есть надежный человек, который может сейчас на склад съездить? Там цифровой замок Офигеть Мама Лесли Какие у вас трогательные Ты вообще же прям с мамой? Нет, просто он пользуется всеми телефонами, которые находятся в его прямом доступе Ну что ты прям стесняешься? Боже мой Александр Типа Тиньков Это что знаешь? Кто такой Александр Типа Тиньков? Это долгая история Вот Тиньков здесь Так, Ксюша, не поливай в контору Саша порно-режиссер Ребят Это девушка Алексей Коростелев, телеканал Дождь Где соблазнение? Где переписка с Дерипаской? А это новый телефон? С Дерипаской Все стер Олег от Ксюши Привет, поговорим Одна галочка Я в черном списке Ты, кстати, можешь позвонить Вот, хочешь позвонить? Либо номер сменил, либо недоставлено, ключ сообщение по какой-то причине Вот это, это его номер Да, это его номер Позвоните? Он в черном списке Нет, он в черном списке Терипаски из наственного телефона Уникальная просто Уникальная история Я не думаю, что Ксения Все включают Малахова прямой эфир Чем закончилась история про Дура? Ты написал, что он чмошник какой-то Да нет, не чмошник Он просто такой немножко за шуганый Ну, ничего, пообщались там минут, наверное, двадцать Я поняла, что у меня стало скучно Он говорит, что дальше, какие планы? Ну, у них здесь сидеть, бухать Все мне интересно Ну, слушай, ну это же давно было А после этого, наверное, все стремаются же к тебе сейчас Все думают, зачем нам вот эти проблемы Да нет, вы что, блин, так всем хочется меня увидеть Просто капец Именно из-за того, что я это я Ну, только журналисты Мужики же тебе перестали вот это там Давайте в ресторан сходим Кто вы такой скажете? Ну, вот был список Лесли Ну, давайте вот честно Твоих жертв, которых ты как-то должна была трахнуть, зачаровать Следующий знаешь, кто? Что? Следующий знаешь, кто? Тот, о котором вообще говорить лучше Абрамович, что ли? Зачем? Ну, русский Фридман Нет Потанин Шрохоров Путин, что ли? Я этого не говорила Да, но ты сказала Ну ладно Подождите А зачем тебе это надо? Зачем тебе Путин? Я не понимаю Нравится Серьезно? Ну, да Я назначаю личную встречу Владимира Владимировича Путину Ничего себе Ну, подожди, ты будешь жить прям вообще в заперти, ФСО кругом Тебе будут фонариком не то, что… Да я не хочу с ним жить, я трахнуть его хочу Ну, я не… Нет, подожди, для того, чтобы вот трахнуть, тебе придется такое пройти, понимаешь? Так, я пошел отсюда, все Я имею отношение к Настер-Рыбке, не буду консультировать тебе по поводу Путин Ну, меня в тайской тюрьме так же проверяли, я не думаю, что там чем-то отличается система проверок А кроме Путина тебе хоть кто-то нравится еще? Ну, бывает Ну, хорошо, вот смотри, вот список Вот вы кого-то знаете из этих людей? Дайте свою профессиональную оценку, например, вот кого из этих людей легче соблазнить? Это же тоже важно, есть люди в поиске, а есть не в поиске, правильно? Да все в поиске, все… Ну, не все, ну ладно, есть люди, которые влюблены, у них все хорошо Да, 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 конечно, еще они спят только с женой, да Вот, например, Владимир Лисин на первом месте, знаете такого человека? Вот, у него спортивная стрельба, охота, построил кругище Да у него морда толстая Ну, у него 19 миллиардов Так вы что, я же не с миллиардами буду общаться Алексей Мордашов, нравится? 18 миллиардов Давайте мы упростим задачу, у кого из них, у вас есть телефоны? Будем, ну, из… У меня всех есть Ну, так давайте как-нибудь пообщаемся с ними Нет, нет, ты не можешь прям, мне все, сибас и баранину, и давайте цыпленка-то пока У меня после тайской тюрьмы, я смотрю на любое русское лицо, я думаю, господин, он такой красивый О, же, если мордашов нравится? Пускай, да, пускай были факов То есть, мордашов нормальный Шестеро детей, нормальный, конечно, факов А ты знаешь, кстати, что? Да, женат шестеро, ну смотри, вот это профессионализм, знаешь, вот сразу человек видит вот эту строчку Я ее не заметила, хорошо Водит или к первому? Вот, кстати, мне кажется А, это же этот тампонов, ой, извините Что? Это уже занято Что это? Кем заняты, какие тампоны? Я не знаю, о чем речь Настя молчит, дура Себя же просили, не поликонтор Это уже одной нашей девочкой Покраснел Я просто в шоке вообще Он уже с девушкой какой-то ваша Да, он как бы не это, не хорошо дорогу переходил Что ты собираешься выпускать эту передачу Я уже не знаю, ребята, мне кажется Андрей Мельниченко Пускай будет у нас Мельниченко Нравится Мельниченко Вот Он счастливо, женат на красавицу Модели Лодка потрясающая Он, кстати, гораздо красивее, чем там Модели ее люблю, и лодки ее люблю Отлично, пойдет Давайте номер телефона Сейчас соблазним Давайте начнем Прям вот так вот сходом Ну да, что Мы так всегда делаем Надо в бой сразу Смотри, ты скажешь, что Ксения Собчак хочет поговорить А потом Насте как бы Начинать снимать Как соблазнить Приходько? Представь, что я в него влюблена и хочу его соблазнить Что мне надо сделать? Берите его за руку, видите, куда хотите, он пойдет То есть это я прям подхожу к Приходько Пойдем, малыш И он идет Можно без малыша просто Пойдем И он пойдет То есть с Олегом тоже так было Прямо сказал Пойдем Нет, у Олега стратегия немножко другая У него, наоборот, ему надо бегать А ему надо бегать А с Приходько, ну, можно поинтереснее поиграть Слушай, а вот тебе просто для психологического комфорта Нужен Олег Слесли Или он тебе реально как-то вот помогать Потому что я всегда удивляюсь Вот весь этот вот вроде все охотницы Все такие независимые Но вот всегда есть какой-то мужик рядом, который все советует Это немножко вот, ну не знаю, меня напрягает Ты говоришь Насте, куда ей плыть Нет, нет, Ксюша, я не говорю, куда ей плыть и что ей делать, да Мы просто вместе ржем Понимаешь, вот мы с тобой сейчас что-нибудь придумаем прикольное, да Начнем кому-то звонить, потом мне скажут Ты управляешь Собчак, и ты ее заслал И рухнула целая бизнес-империя А мы с тобой просто сидели, ржали спокойно То есть получали удовольствие, да Ну ладно, камон, если читать дневник охотницы Там прямо ты конкретно Даешь приказы, ты даешь инструкции Она до конца иногда их даже не понимает Когда вы пытаетесь воздействовать на какого-то мужчину, у вас с самой возникают эмоции То есть сами можете влюбиться хотя бы немного В такой ситуации нужен человек извне Не обязательно Лесли, кто может посмотреть со стороны и сказать, где что, где делаешь правильно, куда двигаться То есть абстрагировано, спокойно, без эмоций посмотреть на ситуацию А в плане соблазнения он просто лучше То есть если есть возможность использовать его Спросить у него, правда, да что Конечно Если бы ты был лучше, ты бы жил сейчас с Валентиной Матвиенко А зачем с Валентиной Матвиенко Ну подожди, ну как бы окей Какой-то женщиной, который бы ты соблазнил И который избавила бы вас от всех проблем Правда, вот у вас такие проблемы Вы что, не могли кого-то так бы соблазнить Так что мы делаем? Ну сейчас это я точно не тот человек, который Вам только он может прибавить проблем Опять косяк, жопа какая Так уже вон шут у тебя вот за шишка на голове Про которую все говорят Не сбивай мне тебя Вот что это вот, ты никому не говоришь, что за шишка У меня растет рок, я дьявол Ну все, что у тебя что, внедрили туда? Ты читала или смотрела 2к дьявола Вот я собственно Ну реально, ну можно я посмотрел? Мож потрогать Это флешка на 80 гигабайт А что там? Там компромат на Трамп Ну правда, что? Реально, что это такое? Ты можешь мне сказать? Рок Связь с ФСБ прямая Прямая Пойдемте уже выпьем И заодно ты продемонстрируешь свое реальное вот как-то мастерство А то мы все об этом говорим А это знаешь, художник должен рисовать картины Рыбка должна соблазнять мужиков Пойдем в ресторан сейчас как-то дашь мне мастер-класс А реально есть телефоны вот этих олигархов, да? Реально можно позвонить? А почему, Ксюша? А почему нельзя какому-нибудь олигарху реально сейчас позвонить? Прямо записать его, ну, по договоренности, грубо говоря? Ну как, а он не будет в это играть? Светиться? Повесить трубку Не, я-то могу, но как будет странно выглядеть Могла бы быть интересная история, если бы мы сейчас Абрамовичу позвонили, Настя бы поклеила его, да, допустим Вот это записали, вот это, представляешь, какая бомба Вообще, Настя, рыбка клеет Абрамовича прям в прямом эфире Ну да, это прикольно, но никто не согласится Мне кажется, что это прекрасная встреча, да? Что? Приятно познакомиться с тобой Сука, мы на вас рассчитывали вообще А как? Я думала, что просто приятные кавказцы сидят, я тебя не узнала Классно, классно Мы сейчас хотели их снять с рыбкой А нам нужны какие-то мужчины какие-то? А, да Да, да Отличательно, делаем вид, что мы их не знаем Можешь соблазнить номера? Так он уже, посмотрите, как он на меня смотрит Я предлагаю, мы тогда к вам сядем Пожалуйста Давайте, друзья, рассаживаем Хорошо, ладно Рассаживаемся, да Кстати, классная была тема В трендах мы держались очень долго Правда, я смотрела? Я был непрофессионален Меня взбесило, что я им столько денег заплатил А они сидят, мне какой-то фургул Просто рассказывают Вот что ты сидишь, ходишь, как девственница такая Дай поебаться, блядь Жопу выебут у тебя в очко, либо глаз проткнут Нахуй вы им нужны Учить людей Ты заебал Я гуру секса У тебя хуй сломался, наверное Блядь, нахуй вы вообще сюда пришли? Про тюрьму, вот эти все истории Ну, как бы они все у тебя рассказали Мне вот, конечно, интересно все про Олега Про Приходьков Про отношения, да Книжку-то я прочитала Я знаю, что вначале он был очень скован А потом как-то, да А Полина что сказала про эту книжку? Что сказала у Полины? Я ничего не сказала Интересно, она совпадает с ее опытом или нет? Ну, вот я слышала версию о том, что все мужчины с большими деньгами У них какие-то сексуальные проблемы Это отражает реальность или нет? Это я сейчас серьезно, кстати, говорю Ну, смотря что считать проблемой Ну, какой-то не могут удовлетворить женщину Маленькие размеры, не знаю Как-то неигриво все происходит По-разному Они скорее больше извращенские Ну, в том плане, что из-за денег Вседозволенность повыше Наоборот, поинтереснее с ними постельность То есть, оно больше в возвращение уходит? Ну, у всех все выходит в возвращение Просто, ну, не все могут реализовать Ой, ну, Ксюш, ну не надо Вообще не у всех А давайте с вами договоримся, что вы ко мне придете Давайте, правда, Амиран Может быть, даже обменяемся телефоном Давайте Собчак охотница Давайте я с удовольствием приду Я у вас один Амиран буду? Да, один Первый По поведению все Прям по технологии У Амирана я номер телефона просить не буду Мужчины меня обычно боятся Потому что он еще не олигарх, да? Нет Зачем пугать парня? А кому ты уже рассказала, что я вам денег заплатил? Что, прости? Кому вы уже рассказывали, что я вам денег заплатил? Я же тебя спрашивала Это секретная информация или нет? Нет, не секретная Они сказали Там у них такой адвокат, что он вообще у нее в глазах счетчики, блин Ребят, ну вы как-то хиленько Вот даже у меня уже почти Я почти уже смогла соблазнить ими Да, мы видим А вы сюда зачем пришли? Настя должна найти здесь какого-то мужика И соблазнить его научить Вот у нее же есть тезис в книге, что за 60 секунд она может соблазнить кого угодно Я захожу, думаю, блин, сидят два симпатичных хачика Думаю, сейчас мы вас и соблазним Оказалось, это известный блогер Ну, сейчас будем заниматься соблазнением По Ксюшиной подруге Возьми еще раз Не спугните, пожалуйста Не спугните Сейчас проверим Привет Ты не представляешь себе вот сейчас, в эту минуту Я потеряла амулет, я просто только прилетела ночью И в этот момент ты набираешь и я его нахожу в сумке Просто вот руку засовываю и в этот момент звонишь ты Ты понимаешь? Это какой-то такой вот Да, ну это мой любимый амулет, в котором я просто очень страдала Если бы я его потеряла И я прям уже думала, где я его бы оставила Просто нормально вообще? Все нормально у вас? Знаешь, я не знаю, я не уверен еще, честно говоря Может быть мы еще сядем там, куда-сюда Я тебя очень люблю и я очень хочу, чтобы у тебя все было хорошо Пожалуйста, образуемся и как-то будь таким пайкой Чуть-чуть Ты понимаешь, что это невозможно вообще? Это невозможно Мы жгем Ты знаешь, как я тебя люблю? Слушай Я ее не знаю, мне все равно Но я тебя очень люблю И я очень хочу, чтобы у тебя все-все было хорошо Ты не поверишь сейчас мне, что я тебе расскажу Ксюша Собчак и она мне говорит Представляешь, как ты моя лучшая подруга, блин Это когда? Это вот недавно как бы вообще Недавно к детству А? Ну, она не моя лучшая подруга, но я ее люблю, чисто Она просто подруга Понятно Она очень удивилась вообще, что... Ну, ты, надеюсь, не рассказывал? Нет, конечно И она это рассчитывала, Алекс, ты знаешь, я очень серьезно отношусь к своей всей истории И для меня очень важно, что... Ну, я ничего не рассказывал, конечно Да, конечно Я подонок это главное Я ничего не придумал, что я не знаю Слушай, она меня простит даже, если узнает, что ты слышал Слушай, вообще, а вот как вы будете работать дальше с людьми? Вам никто не будет доверять? Вы всех так разводят? Не знаю, х** знает прекрасно, как я всех развожу и ничего страшного Мне все прощаются за красивые глаза Слушай, вот мне интересно, вы же Олега знаете Дерипаску? Да Я с ним делала интервью даже Делали интервью Вот вы как относитесь сами к этой ситуации, то, что он попал в нее? Настя считает, что она ему никаких проблем не доставила, наоборот Он даже смог выгоду из-за этого Это я знаю, она мне тоже это сказала Ну, это же глупость Я прямо, знаешь, говорю, алло, девочка Да, прости Это очень странно Нет, конечно, я считаю, что кто из них больший долбоеб, как ты говоришь, непонятно Но Олег, конечно, получил по полной с этой истории Я думаю, что вообще все его проблемы, все эти санкции и так далее Это, собственно говоря, в том числе связано со скандалом Они просто сидели не в курсе Они думали, что там все, одним щелчком все закончил и все, и забыл про них Не, ну слушай, главное, что я уверена, они сами не понимают уровень той подлянки, которую они сделали, реально Потому что для них это просто видео с мужиком на лодке Они не понимают, что условно приходька в кадре Это реально мировая сенсация Это доказанный факт слияния бизнеса и политики Впервые со времен То есть это первый секс-скандал со времен Скуратова, на самом деле Помнишь, была история, ты маленький же тогда был Когда Скуратов с проститутками И сняли генерального прокурора Может ли генеральный прокурор России являться согражданом с голой задницей? В принципе, равная по силе история Приходь-ка конкретно на лодке у Олега Почему они живы, Ксения? Знаешь, потому что, видимо Огласка была Я думаю, что Олег понимает, что если их сейчас хлопнут Как бы все будет только на нем Я думаю, что сейчас, наоборот, на месте Потанина Не надо их хлопнуть и все Терипаска, мы вообще ни при чем Понимаешь? В принципе, Терипаска должен их сейчас охранять Никто никогда не докажет, что это сделал не Олег Ну, видишь, я пока жив Часики тикают Жив-жив-жив-жив Все удивляются, что ж мы живы там Субтитры сделал DimaTorzok